Попытки добраться до двухлетнего мальчика, который упал в 100-метровую скважину на юге Испании, пока не увенчались успехом. Трагедия произошла ещё 13 января. Всё это время спасатели рыли параллельную шахту, чтобы позже сделать горизонтальный тоннель к скважине и достать мальчика. Однако, как выяснилось, теперь шахту нужно расширять. В саму скважину тоже опуститься невозможно, поскольку она слишком узкая – всего около 25 сантиметров. «Главной целью нашей операции было добраться до Хулена как можно скорее в экстремальной ситуации и не причинить ему больше вреда, чем он получил от падения». Жив ли мальчик – пока неизвестно. Есть опасения, что со стенок скважины мог обвалиться грунт. «Мы продолжаем безостановочную работу, без отдыха. Мы ощущаем, что с каждым разом становимся ближе к Хулену. Мы идём по плану, который разработали в самом начале. Надеемся, скоро будут результаты». Так называемый лунный колодец вырыла семья мальчика в поисках воды. Однако воду так и не нашли. По правилам дыру нужно было наглухо запечатать, но этого не сделали. Ребёнок упал во время семейного пикника прямо на глазах у отца. Тот не успел ничего сделать. Нелегальные лунные колодцы – большая проблема для Испании. Как предполагается в стране, их может быть около миллиона. Ежегодный экономический форум в Давосе начался на фоне ухудшения политической и экономической ситуации в мире, а также ряда кризисов, из-за которых не приехали некоторые лидеры. Встречи в швейцарском альпийском городе проходят с 22 по 25 января. Как ожидается, в центре внимания будут торговые конфликты, сложные международные отношения, Brexit и замедление темпов роста мировой экономики, которая грозит перерасти в рецессию. Отчёт Всемирного экономического форума о глобальных рисках на этой неделе задал тон встречи. Он предупреждает об угрозах экономических потрясений, которые частично обусловлены геополитической напряжённостью между ведущими странами. Как ожидается, около 3000 бизнесменов, политиков и значимых общественных фигур посетят заснеженный курорт. Однако среди них только три лидера семи разных развитых стран – премьер-министр Японии Синзо Абе, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Дональд Трамп, в отличие от прошлого года, не планирует участвовать, поскольку пытается решить вопрос шатдауна американского правительства. При этом американская делегация намерена обсудить в Давосе важность реформирования международных организаций, таких как ВТО, МВФ и Всемирный банк. Также среди гостей этого года лидеры России и Индии. Для новоизбранного президента Бразилии Жаира Болсонару Давос стал первой международной поездкой. Он выступил с обращением к главам больших компаний. «Мы хотим управлять руководствуясь примером и хотим вернуть доверие, которое мир выражал нам. Мы снизим налоги, упростим правила и сделаем жизнь легче для производителей и предпринимателей. Мы будем инвестировать и создавать рабочие места». Побывал в Давосе и британский принц Уильям. Он немного отошёл от своих привычных обязанностей и выступил в качестве интервьюера, пообщавшись с известным британским натуралистом и создателем фильмов о природе, 92-летним Дэвидом Аттенбора. Они говорили о климате и окружающей среде. На открытии форума Аттенбора в числе прочих получил премию Crystal Awards, которую вручают за значительный вклад в улучшение состояния мира. Помимо него награду получили американский актёр Мэтт Дэймон, иранская фотохудожница и режиссёр Ширин Нишат и саудовская кинематографистка Хаифа Аль-Мансур. У нормандских островов продолжают искать пропавший легкомоторный самолёт с футболистом Эмилианом Солой. Береговая охрана осматривает в бинокле воды пролива, но пока безрезультатно. Бывший нападающий французского Нанта летел из одноимённого города в Кардив. Там его ждали в валийском клубе Кардив-Сити. Близь нормандских островов самолёт пропал с радаров. При этом сигнал о бедствии он не подавал. На поиски отправили самолёты и морские суда. Они осматривают территорию в 2500 квадратных километров. Операцию осложняют сильный ветер и плохая погода. Между тем, некоторые поклонники Солы уже потеряли надежду. Они собрались в Нанте, чтобы возложить цветы к импровизированному мемориалу и почтить память футболиста. «Я опечален, потому что Эмилиан Асала был значимым игроком Нанта, и его очень ценили болельщики. Я пришёл почтить его память. Я поискал информацию в социальных сетях, на сайте клуба Нанта и на других сайтах, чтобы узнать какие-нибудь новости. Я также посмотрел сайт британской спасательной службы. Её капитан сказал, что вряд ли есть надежда найти футболиста живым. И тогда я заплакал». Аргентинец Эмилиана Асала выступал за Нант с 2015 года. Он сыграл в 101 матче и забил 30 голов. 19 января стало известно, что футболист должен был продолжить карьеру в клубе английской премьер-лиги Cardiff City. За его переход Нанту заплатили 15 миллионов евро. Во Франции продолжают искать злоумышленников, которые ограбили банк рядом с Елисейскими полями недалеко от резиденции президента. Французские СМИ назвали это ограбление впечатляющим. Грабители вошли в подразделение банка Миле утром. Как сообщают СМИ, их было четверо, и они были вооружены. Злоумышленники тут же связали сотрудников и клиентов учреждения и повесили на двери табличку «закрыто». Затем отправились в главное хранилище. Грабители оставались в здании несколько часов. Этого времени им хватило, чтобы опустошить 30 банковских ячеек. Об общей стоимости похищенного точной информации пока нет, но речь идёт о тысячах евро. Сообщение об ограблении поступило в полицию лишь к обеду. Там сообщили, что в ходе инцидента пострадали два человека. Дело расследует парижское подразделение по борьбе с организованной преступностью. В египетском городе Тух в северной Мухафазе-Кальюбия – самое оживлённое время года. Здесь начался сезон сбора апельсинов. Фермеры и рабочие снимают с деревьев плоды своего труда, работая с утра до вечера. Каждый год работы продолжаются с начала декабря по начало марта. Однако в этот раз на продаже апельсинов заработают меньше. Египтяне стали меньше покупать цитрусовые. В результате цены на апельсины снизились. «Рынок апельсинов в Египте входит в наименее прибыльную зону, из-за чего цены на рынке снижаются. Это влияет на ежегодные объёмы производства. Мы даже не можем покрыть расходы. Наши соседние деревни живут только выращиванием апельсинов. Они занимают 90 процентов плодородных земель». Кроме того, фермеры терпят убытки из-за роста цен на пестициды, удобрения и рабочую силу. «В этом году ситуация хуже всего. Мы не получили прибыли от урожая». Большинство урожая продают сразу после сбора. Однако часть держат в холодильниках до весны. «Фермеры и сборщики зависят от зарплат в этот период, поскольку зарабатывают на целый год». «Когда в Мухафазе Кальюбия закончится сезон сбора апельсинов, другой работы у нас не будет. Это единственный сезон, когда можно заработать». В начале прошлого года апельсины стоили около 33 центов за килограмм. Теперь – примерно 19 центов. «Цена на апельсины очень низкая. Мы покупаем их на фермах по 10 центов за килограмм. Здесь продаём 3-4 килограмма где-то за 56 центов, потому что они быстро портятся». Египет – четвёртый по объёмам мировой экспортер апельсинов. Больше всего цитрусов у него покупает Европа, а также Америка и страны Юго-Восточной Азии. На местных рынках оседают апельсины самого низкого качества. Пять лет назад предпринимательница из Нью-Йорка Катерина Богатырёва посмотрела в своё мусорное ведро и решила, что в нём слишком много пластика и полиэтилена. Поэтому мигрантка из Латвии решила основать магазин, где товары будут вообще без упаковки. Недавно лавка экологичной тары открыла свои двери на севере Бруклина. В настоящее время здесь продают фрукты, бобовые и овощи. Также есть крупы и масло. Покупатели сами определяют необходимый объём. Складывают всё либо в свою тару, либо в купленную на месте. «Покупать без упаковки всегда дешевле, потому что клиент сам определяет объём. Например, люди поражены, насколько дешевле получаются специи. Иногда они платят больше за баночку, если не приносят свою». Катерина говорит, что магазины без упаковки в Европе уже привычны. Однако для Нью-Йорка и Соединённых Штатов в целом это пока новинка. «Не весь пластик плохой. Но от неперерабатываемого пластика нужно просто избавиться, потому что в противном случае у нас будет много проблем. Мы знаем, что окружающая среда очень загрязнена». Магазин занял свою нишу. Покупатели приезжают сюда со всего Нью-Йорка. Появились и постоянные клиенты. «Я хотела бы, чтобы такие магазины стали нормой. Думаю, найти крупу без упаковки легче. А вот масло или тофу без упаковки и пластика купить сложно. Отлично было бы, если бы подобные магазины были доступны большему числу людей». «Мне нравится покупать товары без упаковки. Не могу сказать, что вообще не выбрасываю пластик, но хочу свести его количество к минимуму». В ближайшее время предпринимательница намерена расширять ассортимент. В магазине появятся молочные, мясные и рыбные продукты. Также она хочет открыть филиал своего магазина на Манхэттене. На этом небольшом заводе у Магадиша пластиковые отходы превращают в кровельный материал. Открыла предприятие одна сомалийская компания, которая хочет избавить столицу от гор мусора. «Мы делаем кровельную плитку, которая пользуется спросом у местных жителей из-за хорошего качества. Эта плитка намного лучше импортной, которую делают из цемента». В Сомали много лет не утихают военные конфликты. Переработка отходов для правительства сейчас не на первом месте. Решение этой проблемы берут на себя предприниматели. Благодаря стартапу в столице становится меньше мусора, а люди получают работу. «Мы приносим мусор на себе. Нам платят примерно 20 центов за килограмм пластиковых отходов. Это хорошая работа. Благодаря ей мы выживаем». Рабочие иногда проходят более 10 километров в день, чтобы собрать достаточное количество пластмассового мусора. Многие сборщики отходов – переселенцы, которым пришлось бежать в Магадиша из-за боевых действий. Такая работа для них – единственный способ обеспечить себя и семью. Комната пакистанца Билала Асифа украшена необычными творениями. Мастер создаёт их из деревянных цветных карандашей. Из этого материала сделаны лампы, кресла и другая мебель. Картины на стенах – тоже из карандашей. Сейчас Билал делает качели. Мечтает, чтобы они попали в книгу Гиннесса как самые большие в мире качели из карандашей. «Я тружусь днём и ночью. Преодолеваю разные сложности. У меня изранены пальцы. Ремесленничество – нелёгкая работа. Я делаю всё в одиночку». По профессии Билал – часовой мастер. Но карандаши – его страсть с молодости. Для него эти хрупкие цветные палочки – символ спокойствия, гармонии и мира. «Я хочу, чтобы качели из карандашей стали примером для всех. Эти радужные цвета помогут нам искоренить терроризм. А сами качели покажут начинающим мастерам, что каждый человек – супермен. Каждый способен творить, если верит в себя». Мастер делает качели уже несколько месяцев. На их украшения нужно много времени. Завершить планирует к концу года. Билал создал множество и других творений. При этом никаких схем он не составляет. Всё, что придумал, держит в голове. У пакистанца грандиозные планы. Потом он собирается построить из карандашей дом, который станет своеобразным музеем для необычных изделий. Редактор субтитров А.Семкин